В минувший понедельник, как обычно, в правительстве случилась оперативка. Новый состав правительства у нас так и не сформирован. В этот раз на оперативном совещании об этом не было ни сказано ни слова. Интрига с правительством продолжается. И, собственно, до часа Х осталось примерно 10 дней. Это срок, когда правительство должно быть сформировано. Месячный срок с момента формального распуска правительства во время инаугурации ради Хабирова. Однако пока новостей о составе нового правительства совершенно никаких нет. Есть только предположения и интуитивные представления. Так же, как и нет ясности с фигурой премьер-министра, который так остро необходим ради Хабирова. Начал оперативку Хабиров с поздравлений. А так как оперативное совещание проходило 7 октября, то, конечно же, Хабиров не мог не отметить, что этот светлый день ознаменован днем рождения вождя нации Владимира Владимировича Путина. И почему-то сразу же Хабиров добавил к Путину Рустама Ишмухаметова, у которого тоже в этот же день был день рождения. В общем, два великих человека слились в первоначальном слове Хабирова. Рустам Ишмухаметов и Владимир Путин были поздравлены с днем рождения и перешли к основным пунктам повестки. Традиционно первым пунктом повестки был вопрос об оперативной ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Первым выступал Борис Беляев, который сообщил, в частности, что у него значительно снизилось количество обращений граждан об отсутствии тепла в домах. Вот тут я как бы поставил оперативку на паузу и задумался. Буквально неделю назад, когда отшумел вот этот вот скандал и трэш с подключением отопления в Башкирии, господин Беляев совершенно однозначно заявил, что 100% жилых помещений в Республике Башкортостан обеспечено отоплением. Теперь у него количество жалоб на отсутствие этого отопления неуклонно снижается. Беляев, как обычно, противоречит сам себе. Очевидно, что отопление подключено не везде и еще будут большие проблемы. Однако в последнее время и по приближении к первой годовщине правления Радия Хабирова в Башкортостане оперативные совещания и все мероприятия, в принципе, превращаются в некие брежневские реляции о победах, неуклонном росте, колосении и так далее. То есть прошел год, и говорить уже о том, что что-то не получается, видимо, становится неприличным. Из необычного. На оперативке было то, что в первом ряду этого колоссного кабинета сидела Лилия Салаватовна Гумерова, возвышаясь между, по сравнению с ней, субтильно выглядящими Андреем Назаровым и Илшатом Тажединовым, такой нерушимой скалой. Так вот, Лилия Салаватовна присутствовала на совещании не случайно, потому что, переходя ко второму вопросу, Радий Хабиров сообщил о том, что он сердечно поздравляет мадам Гумерову с избранием на пост председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. А также Хабиров охарактеризовал сенатора от Башкирии Лилию Гумерову как мощное плечо в Совете Федерации. Я не знаю, что имел в виду Хабиров, либо физическую кондицию Лилии Салаватовны, либо некое плечо Архимеда, которое предоставлено теперь Башкирии в федеральных органах власти. Ну, в общем, Лилия Салаватовна присутствовала не случайно, потому что она была докладчиком номер два. И, вопреки своим обыкновениям, она не зачитала стишка и даже не станцевала. Известная в узких кругах похитительница паркетов Лилия Гумерова сделала доклад о республиканском проекте «Моя семья». «Моя семья», «Моя семья» не путать с известной маркой «Сока», хотя есть подозрение, что производитель фруктовых соков стал спонсором этой программы. Ну, да ладно, в общем, перейдем к сути. Во первых строках Лилия Салаватовна, выйдя на трибуну, сообщила, что проект инициирован партией «Единая Россия», что, конечно, никак не красит эти планы. И суть проекта заключается в том, что Лилия Салаватовна решила бороться с детской сиротностью при живых родителях. Речь идет о детях, которые перемещаются в всевозможные детские приюты в связи с тем, что оба их родителя или один из родителей в тяжелой форме страдают алкоголизмом, алкогольной зависимостью либо наркотической зависимостью. Лилия Салаватовна сообщила нам жуткие цифры о том, что в 2018 году в среднем было продано 12 литров чистого алкоголя на человека в год, а это на минуточку 60 бутылок водки, что в каждом четвертом браке в Башкирии случается развод. В Башкирии случилось в этом году 4485 смертей от внешних причин. Я, правда, не знаю, что это такое, но, судя по всему, что-то тоже связанное с алкоголем. И социальное сиротство составляет среди вообще всего сиротства в Башкирии 76%. И также Лилия Салаватовна насчитала 3200 детей-сирот, которые имеют родителей живых и которые живут в сиротских учреждениях. В общем, вот на это благое дело нацелен проект Лилии Гумировой «Моя семья». Для начала она собирается его осуществлять, как она выразилась, без привлечения дополнительных средств. Что, конечно, очень радует, что, как любой проект «Единой России», есть всегда подозрения о том, что партия жуликов и воров, естественно, украдет деньги на любом проекте, в том числе и на таком богоугодном деле, как помощь сиротам. Однако Лилия Салаватовна утверждает, что на первом этапе она не отвлечет никаких денег из бюджета всех уровней, а добьется неких результатов за счет, цитирую, «консолидации социальных служб, органов опеки, семьи и некоммерческих организаций». Лилия Салаватовна утверждает, что на площадке «Единой России» она провела некий мозговой штурм, что само по себе звучит весьма смешно, и планирует добиться лечения родителей алкоголиков, чтобы детей потом возвращать в семью. Вот тут, конечно, возникает первое сомнение в достоверности вообще подобных проектов. Дело в том, что если до сих пор социальные службы, органы опеки, НКО и семья не смогли повлиять на этих алкоголиков, которые бросили своих детей, то, конечно, никакие усилия и мозговые штурмы мадам Гумировой, наверное, не смогут подействовать на это. Более того, здесь, конечно, серьезная глубокая медицинская проблема, дело в том, что алкоголизм – это все-таки заболевание, а не просто развлечение. Соответственно, не думаю, что усилий и компетенций партии «Единой России» достаточно для того, чтобы справиться с этой грозной бедой, которая, собственно, присуща не только российскому обществу. В общем, конечно, выглядит это все как некая попытка перепрыгнуть через голову. Поэтому, вероятнее всего, конечно же, результатов этот проект не принесет, но зато пошумят и согреются. Правда, в конце своего доклада Лилия Салатовна все-таки упомянула о том, что деньги в проекте появятся, а именно она заговорила о том, что в 2020 году, оказывается, республики должны выделить 385 миллионов на программу борьбы с бедностью. Так вот, именно из этих 385 миллионов мадам Гумерова собирается отщепнуть для себя и своего проекта некие суммы, некие цифры. Не знаю, в какой пропорции она хочет раздербанить вот эти ассигнования на борьбу с бедностью, но, судя по всему, бесплатным этот проект получиться не сможет. Третьим вопросом оперативки был доклад господина Беляева об итогах акции «Зеленая Башкирия». Напомню, это очередная высадка деревьев, которая преподносится как некое социальное благо и победа новой команды над разрухой, доставшейся ей от предыдущей администрации Башкортостана. Вкратце господин Беляев сообщил следующее. 138 тысяч счастливых участников этой акции вышли на улицы, из них было 93 тысячи детей и подростков, в том числе в Уфе 62 тысячи человек, и они все вместе посадили 69 тысяч деревьев, из которых 38 тысяч крупномеров, и освоили 146 гектаров озеленения. Не хочется долго и неинтересно говорить об этих показных мероприятиях. Отмечу только то, что зачастую и во многом деревья и кустарники высаживались уже повторно в одно и то же место. Я имею в виду то, что было посажено прошлой осенью, благополучно было снесено ветрами и морозами. К этой осени, соответственно, вот в частности, участок за кинотеатром «Искра» в Уфе был засажен повторно и повторно крупномерами. На мой взгляд, все эти зеленые башкирии – это колоссальное разбазаривание бюджетных средств, абсолютно несистемный подход и в большей степени пиар. Четвертым вопросом был архиважный вопрос, который, к сожалению, был освещен очень слабо и неконкретно. Речь шла об обеспечении льготных категорий граждан лекарствами и лекарственными средствами. Выступал, естественно, министр здравоохранения Максим Васильевич Забелин. Он сообщил нам о том, что существует три категории льготных получателей лекарственных средств. Это 12 групп редких заболеваний, как он назвал, нозологий, хотя у меня большое сомнение в этом термине. Это особо дорогостоящие препараты, и людей, которые получают эти препараты, по крайней мере, должны получать эти препараты в Башкирии – 4728 человек. Следующая группа – это федеральные льготники – 74025 человек. И самая большая группа льготников – это региональные льготники – 461763 человек. Если сложить вместе эти цифры, мы получаем цифру 540,5 тысяч человек. То есть, к моему великому удивлению, я делаю вывод о том, что льготное обеспечение лекарствами получают или должны получать в Башкортостане каждый восьмой житель Башкирии. Это действительно колоссальная сумма, и неудивительно, что на нее ассигнуется почти 4 миллиарда рублей, как сообщил нам Забелин. Также Забелин не упустил шанса сообщить о своих грандиозных победах, собственно, для чего он и был вызван на трибуну. А именно то, что в Башкортостане на 30% сократилось количество жалоб на обеспечение льготными лекарствами. Очень сложно проверить эту цифру. Мы поговорим о достоверности вот этих вот оценок по поводу количества жалоб чуть позже, когда коснемся вот этого всего инцидента и прочей вот этой билиберды. В ряду другой статистической информации господин Забелин сообщил еще одну ошеломляющую цифру. Оказывается, каждый десятый житель республики Башкортостан, 318 тысяч человек, каждый десятый взрослый, инвалид той или иной группы. Вот эта цифра, честно говоря, меня ошеломила полностью. То есть уровень, конечно, здоровья и качества жизни в республике вызывает много вопросов. Господин Забелин утверждает, что положение с обеспечением льготными лекарствами в республике более чем хорошее. Однако буквально накануне вот этого совещания на прошлой неделе проходило много сообщений о том, что есть очень большие проблемы с обеспечением. А самое главное, что люди, которые остро нуждаются в лекарственных средствах прямо здесь и сейчас, получают абстрактные размытые ответы. Ну, сейчас нету, чуть позже, потом. И при этом в соседней аптеке это же лекарство продается по неимоверной цене. Ну, как говорится, были бы деньги. Тем не менее, господин Забелин утверждает, что в этой сфере у него все прекрасно. Хабиров резюмировал этот доклад следующим образом. Читаю дословно. Первое, что мы должны говорить, это то, что существенно увеличивало сумму закупки лекарств. Интересный подход. То есть мы не должны говорить о том, что мы обеспечили лекарствами, что мы беспрепятственно предоставляем всем, кому положены эти лекарства. Мы должны говорить о том, что мы увеличили сумму закупки. Вот этот вот пропагандизм в каждой строчке, в каждой точке, он все больше и больше лезет из всех щелей во всех этих разговорах. Далее Хабиров отметил, что любой сигнал об отсутствии полагающихся препаратов рассматривать как чрезвычайное происшествие. Ну, вот не могу не вспомнить историю Елены Черковой, которую она на прошлой или позапрошлой неделе приводила по поводу своей соседки, у которой была онкология, и вот истории с приобретением этих лекарств. Ну, ЧП в таком случае, ради Фаритович, наступают ежедневно и по многу раз в день. Завершил обсуждение этого вопроса Хабиров следующей фразой. «Мы должны забыть те времена, когда в больнице заставляли приносить собственные простыни и эти, как их там, бинты». Ну, в общем, конечно, пафосно, красиво, но абсолютно недостоверно. Следующей победной реляцией оперативки был доклад о результатах проведения совещаний в формате инвестчасов. Надо оговориться, что речь шла только об инвестчасах в рамках правительства, а не в районах и городах. Докладчиком был Шельдеев Александр Николаевич, замруководитель аппарата правительства РБ. Он сообщил, что они провели 28 инвестчасов, рассмотрели 102 инвестпроекта, которые теоретически могут принести 170 миллиардов рублей, однако заключено 9 инвестсоглашений, готовится еще 11, и он планирует привлечь в 2019 году 31 миллиард рублей инвестиций, а в 2020 – 39 миллиардов рублей. Он сообщил о тех частных проблемах, которые были решены в ходе инвестчасов, причем вопросов тут достаточно много. Например, к своим успехам господин Шельдеев причислил строительство дополнительного корпуса роддома номер 3. Ну, собственно, при чем здесь инвестиции? Может быть, это, конечно, частный роддом будет. Строительство теннисного центра в Деме. Ну, да, безусловно, теннис – это бизнес, наверное, инвестиции. Расширение производства совхоза Алексеевский. Видимо, речь идет о тех 10 миллиардах кредитов, которые получены на этот совхоз, на его реконструкцию. Ну, честно говоря, наверное, здесь инвест сейчас совсем ни при чем. И создание многофункционального центра на базе бывшего завода Уфьемкабель. Ну, да, тут, наверное, инвестиции, но это абсолютно частная история. Там, в принципе, наверное, какие-то, может быть, и были проблемы, которые инвест сейчас должен был решать. Но господин Гималединов, по-моему, в состоянии решать проблемы сам. В общем, конечно, иллюстрация побед в этом смысле была незначительной. Также господин Шельдяев сообщил о том, как много сельскохозяйственных проектов реализовано в рамках инвестиционных проектов в Республике Башкортостан. Это, в основном, животноводческие комплексы. Меня смустила, если честно, здесь цифра. Говоря с восторгом, как-то так, с победным возрастанием о том, как они здорово проводят эти инвест-часы, проскочили цифры весьма скромные. То есть, вот эти 31 миллиард, 39 миллиардов, напомню, это только намерение. Но ведь в рамках вот этих вот, чуть не сказал маниловских указов, сентябрьских указов Хабирова годовой объем инвестиций в Республике должен стремиться к цифре 500 миллиардов в год. Возможно, конечно, на уровне районов остальное доберут. Но то, что если правительство привлекает всего 30-40 миллиардов инвестиций в год, это, конечно, уже говорит о том, что планы на грани срыва. Напомню, сегодня мы говорим об оперативке Великих Побед. И тут Хабиров, значит, внезапно резюмируя вот эту вот реляцию по поводу инвест-часов, внезапно разразился по нигрикам. Объявляю благодарность Ильшату Ильдусовичу Фазрахманову. Все инвест-часы по сельскому хозяйству идут. Александр Геннадьевич обратился, Хабиров, к Сидякину. Посмотрите, там наградные материалы ко дню сельхозработников. В общем, Фазрахманов, похоже, ждет орден. Не менее, как орден Салавата Ивлаева, еще один орденоносец, судя по всему, замаячивал у нас на горизонте. Время, внезапно, значит, не дождавшись, на самом деле, урожая, Ради Хабиров решил наградить министра сельского хозяйства. Ну, повторюсь, Брежневщина все больше и больше замаячила на горизонте политических событий Республики Башкортостан. Шестым вопросом оперативки был вопрос о результатах комиссионного обследования мест ДТП, повлекших гибель людей. Доклад, естественно, делал Мухаммедьянов Тимур Рафисович. Хабиров сделал вступление о том, что, напомнил о том, что еще чуть ли не год назад была вот эта идея по поводу создания комиссии, которые обследовали места смертельных ДТП и выявляли причины их происшествия. В целом, я еще тогда говорил, что это очень хорошая и правильная идея. Действительно, персонально, индивидуально рассматривать каждую смерть на дороге было бы полезно с точки зрения того, что, в общем-то, каждое ДТП – уникальное событие, и надо понимать, почему оно случилось. Мухаммедьянов сообщил ту самую животрепещущую статистику, которая так беспокоит Хабирова. Мы помним, как досталось Хабирову от Путина за высочайшую смертность на дорогах Республики. Мы понимаем, как этот вопрос беспокоит Хабирова. Мы так понимаем, что кровь из носу во что бы то ни стало, он должен сообщить Путину о том, что он справился с этой проблемой, а Путин ничего не забывает. В общем, обсудили статистику. Мухаммедьянов сообщил, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года у нас следующие цифры. Везде улучшения, везде падение уровня. ДТП в общем 3154, стало 2932, снижение на 7,5%. Ранено в ДТП в прошлом году 3988 человек, в этом году 3733, падение на 6,5%. И, что самое важное, по крайней мере, из этого, погибло в аналогичный период прошлого года 390 человек, в этом году 313 человек. Весьма существенное снижение количества погибших почти на 20%. Тут ничего не скажешь, действительно это так. Напомню, что общая статистика гибели на дорогах в результате ДТП в последние два года только росла. В 2017 году это было 512 человек, в 2018 уже 550. И если Мухаммедьянову удастся удержать уровень смертности на дорогах примерно тем же, что и в минувшие 9 месяцев, то в конце 2019 года мы получим цифру примерно 420 человек. Что, собственно, колоссальным образом будет меньше, чем в 2018 году. Посмотрим, не подведет ли скользкий период времени года господина Мухаммедьянова в плане этих цифр. Хабиров очень внимательно слушал Мухаммедьянова, переспросил у Гельмудинова, подтверждает ли он цифры Мухаммедьянова. Это, конечно, выглядело очень некрасиво. На самом деле, вот так вот демонстративно не доверять своему министру, наверное, не стоит. Но Гельмудинов с места подтвердил. Да, да, Ради Фаридович, подтверждаем, все именно так. Надо отметить, что Гельмудинов, мужественно избежавший перспективы самоубийства на раннем этапе воцарения Хабирова на посту главы республики Башкортостан, теперь вполне себе комфортно чувствует на оперативках, больше ему никто не предлагает застрелиться. Более того, по результатам доклада Мухаммедьянова, Хабиров благодарил и Мухаммедьянова, и Гельмудинова. Дословно это звучало так. Коллеги, обратите внимание, что там, где мы работаем, есть результаты. Отдельное спасибо, Динар Загитович, вам и вашим людям. Ну, то есть, можно уже не стреляться за углом. И вам, Тимур Рафисович, отдельное спасибо. Город Уфа, молодцы. Отметил отдельно Хабиров успехи столицы Башкортостана в борьбе со смертностью на дорогах. Ну, тут проскочила одна странная такая фраза, я ее процитирую дословно, и мы ее потом обсудим. Вот что сказал Хабиров по поводу камеры дорожного наблюдения. Вот мы камеры установили, пока люди там убиваются, значит, должен идти прирост штрафов. А потом мы спасем сотни людей. Я, честно говоря, дважды переслушал эту фразу, не понял связи между ростом штрафа и потом спасем сотни людей. Вообще, конечно, мы видим, вот эта коммерческая сторона борьбы за жизни людей, безусловно, беспокоит дорогого Радио Фаридовича. Он постоянно допускает вот такие вот оговорки по Фрейду. Ну, в целом, доклад Мухаммедьянова был последним в повестке дня, но на этом оперативка не закончилась. В этот раз о Лаверде Хабирова традиционное отступление в конце оперативки было очень длинным и само по себе состояло из трех вопросов, как он, собственно, его и анонсировал. Первым вопросом были публичные извинения, что, собственно, с Хабировым случается крайне редко, и Хабиров извинялся не перед кем иным, а как перед ректором БГУ Морозкиным, несправедливо обвиненным в несвоевременном ремонте общежитий Башкирского государственного университета. Примерно три недели назад, может быть, чуть больше, ну, в начале, по крайней мере, учебного года, Хабиров разразился вот в таком же вот отступлении в конце оперативки с жесточайшей критикой в адрес ректора БГУ, продемонстрировал несколько фотографий ужасных там какими-то чумазами, ведрами там какие-то, значит, там побелка, там перевернутые кровати и стал кричать, что вот так выглядит общежитие БГУ, да я сам жил в общежитии, да как вы такое могли позволить? Стоило приведите в чувство ректора, там, допадать суда и так далее, и теперь выясняется, что, оказывается, все это было фейком. И как выразился Хабиров, власть должна научиться жить в лживом мире, а я повелся на фейковую новость. Конец цитаты. Вот тут надо бы разобраться, что значит Хабиров повелся на фейковую новость. Дело в том, что Хабиров это ведь не лох ушастый, сутками сидящий в соцсетях и воспринимающий на веру все фейки, всякую билиберду, которая действительно перенасыщена социальной сети. Хабиров это серьезный мужчина, руководитель крупного региона, обладающий весьма серьезными информационными источниками и возможностями. У него целые управления работают по взаимодействию с сетями и с населением. У него есть огромная пресс-служба, которая обрабатывает информацию и готовит для него информацию. У него есть, в конце концов, целый Мурзагулов с целым башинформом, который ему готовит эти вещи. И которые по неподтвержденной информации введут его в соцсети. Вот здесь случился системный сбой. И этот системный сбой на самом деле должен навести Хабирова на очень серьезные мысли. Кто мог бы быть источником вот этого вот факта, как выяснилось, недостоверного факта с ремонтом общежития БГУ для Хабирова? Кто положил на стол или там на флешку завел эти файлы, эти фотографии? И кто дал ему информацию об этом безобразии, в кавычках которого не было в БГУ? Этими людьми могут быть только два человека. Это мадам Прочаковская и господин Мурзагулов. Либо вот это вновь созданное управление Прочаковской по работе с социальными сетями и интернетом выдало Хабирову рекомендацию обратить внимание на этот факт. Либо Мурзагулов со своими нестандартными, нетрадиционными подходами ко всему и вся тоже добавил эту информацию в кейс Хабирова. Грешить на то, что Хабиров кому-то поверил, повелся, это было бы глупо. Повторюсь, он не подросток, сидящий во ВКонтакте и верящий во все подряд. И в конечном итоге Хабиров, конечно, должен нести ответственность за достоверность той информации, о которой он говорит. Здесь надо отдать ему должное, что он признает свою ошибку и пытается ее исправить, но смотреть надо в корень. Судя по всему, крах инцидента и крах вообще всей этой системы становится все более очевидным, потому что либо люди уже злонамеренно начинают пользоваться своими возможностями и полномочиями, вполне допуская, что кто-то кому-то, пытаясь навредить, начинает через эти системы подавать Хабиру вот эти ложные сигналы и информацию, либо это действительно разгильдяйство, раздолбайство, которое достойно вполне себе серьезного наказания. Добавлю к этой теме и то, что Хабиров примерно к той же категории фейк-ньюс отнес историю с убийством собак в Стерльтамаке, вот тут, пожалуй, что Ради Фаритович кривит душой, на самом деле убийство было, и неважно, убили этих несчастных животных, дети или взрослые, или еще что-то, отрицать эту ситуацию только потому, что Хабирову никто не показал видео, ну простите, это на самом деле, конечно, несерьезно. Предполагаю, что все-таки Хабиров пытался замять эту историю, потому что она вышла и на федеральный уровень, она не очень хорошо характеризует ситуацию в республике, то есть, ну, как бы попытка немножко подкрасить и приукрасить. Вторым пунктом отступления Хабирова в конце оперативки был пункт о школьном питании. Хабиров реально шумел, он сообщил, что ему кажется, что ему объявлен саботаж, что его контрольное управление проверило 15-20 районов и город Уфу на предмет качества школьного питания, и они выявили повсеместно просроченные продукты, несоответствие меню, недовес, битую посуду, нарушение правил хранения, еще черт знает сколько ужасных нарушений. Действительно, в предыдущей неделе интернет потихонечку наполнялся и продолжает наполняться подтверждением того, что новая система питания привела только к ухудшению качества питания в школах. Привод в эту систему или втаскивание в эту систему дорогих друзей, дорогого Радия Фаритовича, всевозможных Мухамедьяровых и прочих ребят в синих пиджаках из Красногорска, пагубно повлиял на качество питания, и родители не молчат, они заявляют об этом, это все фотографируется. Хабиров начал шуметь. Вы там воры, ну в адрес вот этих вот непоименованных злодеев, которые допускают такое качество, на небесах вам не простят этого? Почему-то Хабиров стал апеллировать к небесным силам. Что воровать-то там? Гречку что ли? Да, Радий Фаритович, гречку. Представьте себе масштабы воровства, и вы поймете, что для этих людей игра стоит свеч. И да, действительно, они воруют гречку, и да, действительно, многие из них ваши друзья. Хабиров дал поручение Назарову, что характерно. На День Республики соберите глав муниципалитетов по этому вопросу. Даю неделю на исправление ситуации, как обычно в пожарном режиме, повелел Хабиров. Через неделю все контрольное управление главы РБ начнет проверки. Если через неделю не дадут перемен, будут кадровые решения, видимо, в адрес глав. Ну, надо отметить, что эта история, конечно, для Хабирова, наверное, вынужденная, потому что он понимает опасность того, что молчать здесь точно не будут. Я уже говорил о том, что родители никогда не поступятся к качествам питания своих детей, здесь их не уговорить, это вам не на выборы пойти. Наплевать как будто бы, да? Нет, на детей на своих никто не наплюет, и если качество питания останется по-прежнему отвратительным, и детей будут обманывать и недокармливать, то родители, конечно, это так не оставят. Хабиров это понимает. Судя по всему, на карту поставлено, ну, в честь и достоинство его товарищей и друзей, которых он втянул в эту систему, придется, значит, чем-то рисковать. Ну, посмотрим, неделя и небольшой срок, посмотрим, насколько изменились условия питания для детей, и возможно ли вообще за неделю исправить эту ситуацию. И третьей частью Алаверды Хабирова было неожиданное заявление по поводу строительства. Хабиров даже как-то оговорился о том, что он бы не хотел обрушить рынок, хотя, видимо, он близок к этому. И давно ходили разговоры о том, что Хабиров планирует завести своих застройщиков на рынок республики. Многое делалось для того, чтобы ослабить, разбалансировать ситуацию в строительной сфере в республике Башкортостан в последний год. Тут и наезды, тут и отжимы и прочие всякие вещи. Совершенно ушло на задний план обсуждение, там, вот этих вот достройки и исправление ситуации в строительстве. Видимо, было принято решение влить новую кровь в эту сферу. Так вот, Хабиров сообщил, что он узнал о том, чтобы выполнить национальные проекты, в республике Башкортостан надо в полтора раза увеличить количество жилищного строительства. Надо сказать, что Башкирия и так была не в последних рядах по жилому строительству. Там, конечно, были некие манипуляции цифрами с индивидуальным строительством, но, тем не менее, мы не последние, скажем так, в России по этому показателю. Так вот, Хабиров хочет увеличить это все в полтора раза. Его концепция такова, что нужно прекращать точную застройку, но, собственно, об этом всегда и все говорят, а потом ее не прекращают. А особое внимание Хабиров хочет обратить на новые большие жилые комплексы, которые будут строиться, судя по всему, на периферии городов, оснащенные уже школами и детскими садами. Хабиров проиллюстрировал необходимость этого тем, что, например, только в Уфе недостаточно 42 школы. Существенная цифра. И тут, конечно, строительный рынок Башкортостана вздрогнул. Много было разговоров о том, что Хабиров собирается заводить то компанию ПИК, то какие-то еще, значит, крупные московские организации, то там речь шла о каких-то смутных строительных компаниях с армянскими корнями и так далее. Я не знаю, на самом деле, что Хабиров тащит в Башкирию, но очевидно, что что-то он тащит. Собственно, вот на этом оперативка была закончена. Но отдельно я хотел бы заострить внимание вот на чем. Очень важно, что вот эта оперативка Побед, которая была, пожалуй, что списком успехов. Мы здесь добились, тут там орден сейчас дадим, тут это и прочее. То есть годовщина на носу. Но важно сказать, о чем на этой оперативке вообще не шла речь. Чтобы понимать, от чего уходит Хабиров и его правительство, и о чем они говорят не хотят. Ни слова не было о формировании нового правительства. Эта проблема, ее пока никак не решают. Ни слова о премьер-министре, ни слова о проблемах долевого строительства. Они что, исчезли? Ни слова о проблемах в кадрах Минздрава. Ни слова о мусорной реформе, которая, особенно на юге республики Башкортостан, пожалуй, что зашла в тупик. Вот это нежелание говорить о проблемах и желание говорить о победах, конечно, становится все более характерным для Хабирова и его команды. Рановато как-то, честно говоря, вот эта Брежневщина наступила. Но, судя по всему, мы будем, наверное, наблюдать развитие примерно вот такой стилистики, что теперь у нас будет все хорошо, все удачно и так далее, и так далее. И только в реальности мы сможем наблюдать, что все совсем не так, как в докладах правительства. Это, конечно, жаль, это плохо, и это в конечном итоге просто неэффективно.